Сегодня худший ассистент. Поехали. Что я должен делать? Слюнацос. Скорее всего, вы будете захлебываться, потому что... Ультразвуковая чистка у стоматолога. Общеизвестный факт, что профилактика эффективнее самого лечения. Но почему-то данный тезис очень плохо приживается в России. Всё же у нас ментальность такая, что мы решаем проблему только по мере её появления. На самом деле, в Европе и в Америке более распространён другой подход. Когда человек занимается профилактикой, в результате чего исключает серьёзные проблемы со здоровьем зубов, так мало того, это позволяет значительно экономить бюджет, потому что профилактика всегда значительно дешевле лечения. Сегодня я расскажу вам о простой, но суперэффективной и полезной стоматологической процедуре, которая называется профессиональной гиенополустирта. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце я расскажу вам о том, от чего зависит стоимость этой процедуры и какую цену выбрать именно вам для данной манипуляции. Вы удивитесь, но данную процедуру буду проводить не я. Это будет делать моя коллега, более молодой доктор Анастасия. Она поможет провести профессиональную гигиену. Вообще вам совет. Всегда приходите на гигиену к молодым специалистам. Они более мотивированы и они жадные до желания помочь. Потому что со временем, когда специалист становится более опытным, он хочет делать уже только серьезные, большие процедуры. Ну, как я. Я люблю заниматься ортодонтическим лечением. Профессиональную гигиену я не делаю. А вот в общей системе стоматологического образования в России уже после третьего курса студенты официально могут работать врачами-гигиенистами. Поэтому сегодня я ассистирую и задаю вопросы. Ну, а главное лицо у нас сегодня Анастасия. Анастасия, конечно, уже не студент. То есть она уже учится в ординатуре и параллельно работает у нас гигиенистом. Так, ну что, Анастасия, махнемся местами? Ну, а что, так уютненько на месте ассистента. Если вы думаете, кстати, что профессиональная гигиена делается, исходя из фантазии доктора, это абсолютно не так. Потому что, как минимум, у нас в клинике мы используем протокол GBT. Это так называемый Guided Biofilm Therapy. В 2017 году в Швейцарии Европейская ассоциация парадонтологов ввело данный стандарт эффективной профессиональной гигиены. И он подразумевает направленное удаление биопленки. Расшифровывается именно таким образом. Состоит из трех основных этапов. Первое, так называемая чистка воздушно-абразивного аппарата Airflow. Мы используем швейцарский аппарат последнего поколения, который называется Airflow Prophilaxis Master. Его особенность заключается в том, что у него есть теплая вода. Это делает гигиену максимально комфортной. Второй этап – это ультразвуковая чистка. С использованием ультразвука убираются твердые зубные отложения. Ну и третий этап – все просто. Это полировка поверхности зубов. Она делается либо щеткой пастой, либо также, кстати, с использованием данного аппарата. Приступим. Кстати, у нас есть предварительный этап. Мы должны идентифицировать зубной налет, ну, показать, что он есть. Для этого мы используем специальный краситель, которым окрашиваем зубы. Этот краситель глубоко проникает в зубной налет, но не окрашивает эмаль. И в результате чего мы можем увидеть, насколько эффективна индивидуальная чистка зубов у пациента. А потом мы на фотографиях можем показать, где нужно усилить и как усилить индивидуальную гигиену, чтобы сохранить чистоту зубов до следующей профессиональной гигиены. Часто спрашивают, а как часто нужно делать профессиональную гигиену? Если честно, то это не регламентируется. Это зависит от индивидуальных особенностей. Кто как чистит, у кого какая тенденция к образованию зубного налета или зубного камня. В среднем профессиональную гигиену рекомендуется делать от 1 до 4 раз в год. Решается все индивидуально с гигиенистом, исходя из особенностей образования налета. Вот чувствую, что вы прям давно не были на чистке зубов. Вот если это ваша история, не стесняйтесь, поставьте лайк этому видео. Обратите внимание, на самом деле зубки очень и очень чистые. Состояние зубов у пациентки очень хорошее. То есть лишь в некоторых участках произошло небольшое окрашивание зубов. Что это значит? А это значит, так как мы очень требовательны к гигиене на этапах ортодонтического лечения, а пациентка носила брекеты и исправляла положение зубов, она научилась чистить зубы. Но вне зависимости от того, есть или нет налет, все равно нужно делать гигиену хотя бы раз в год. Потому что это дополнительная полировка зубов, чтобы они были более и более гладкими. Ксения, скажи, пожалуйста, когда у тебя была последняя чистка? Когда делала? Я думаю, что это было август. Вот, ну немножко сложно говорить в ретракторе, я переведу. То есть это был август месяц. То есть в августе Ксения делала чистку. Это, получается, у нас прошло, ну, кстати, даже меньше, чем полгода. Поэтому все классно. Мы обязательно зафиксируем сейчас, какое состояние зубов после окрашивания, чтобы мы могли показать это пациенту. Итак, поехали. Мы начинаем использовать аппарат Airflow для первого этапа профилактики. Основная цель. Мы убираем мягкий налет, сегментированный налет на зубах и очищаем притесневую область. При чистке зубов могут возникать некоторые неприятные ощущения, зависит от индивидуальной чувствительности. Например, когда чистку проводят мне, я вообще ничего не чувствую и засыпаю при процедуре. Но те, у кого там какие-то высокая чувствительность зубов, могут быть неприятные ощущения. Но самое важное, что благодаря современным технологиям мы сделали чистку максимально мягкой. Поэтому не более 3% людей испытывают какие-то неприятные ощущения при процедуре. В остальном это такая спа-процедура, очень комфортная. Люди на ней расслабляются. Всем рекомендую устроить спа своим зубам. Вы же ходите обычно на спа? Вот, ходите на спа своих зубов. Ну, начинаем обычно с передних зубов. Точнее, с наружной поверхности верхних зубов. Постепенно переходим на внутреннюю поверхность. Аналогично делаем верх и низ. В среднем это, наверное, занимает где-то около 40 минут первый этап. Многие в качестве критерия эффективной чистки профессиональной или аккуратности чистки используют кровоточивость десен. То есть, если в ходе чистки десна кровоточат, считают, что доктор делает плохо чистку. Но это абсолютно неверно. Потому что десна кровоточат только в тех участках, где скапливается налет. Поэтому кровоточивость десен означает, что там есть некоторый налет. Он часто локализуется в предисневой области. Поэтому десна могут немного кровоточить. Это абсолютно ничего страшного. Кровоточивость пройдет в течение одного часа. Мы уже переходим на нижний зубной ряд. Продолжаем пока первый этап. Он основной, фундаментальный. Нижние зубы, передние – самая чувствительная зона у пациента. Ну, у людей, в смысле, у всех. Кстати говоря, у всех, у кого стоят ретейнеры после ортодонтического лечения, профессиональная гигиена обязательно должна осуществляться с использованием аппарата Airflow. По-другому, участки зубов в области ретейнера прочистить нельзя. Такой аппарат для гигиены стоит миллион рублей. Поэтому вы можете столкнуться со старой методикой удаления налета вручную, без использования аппаратурного метода. Он имеет право быть, но это является устаревшим методом. У нас закончен этап Airflow. И теперь мы переходим к этапу локальному, так называемому, где с помощью ультразвука удаляются твердые зубные отложения. Как правило, они есть не на всех зубах. Чаще всего они локализуются в области нижних передних зубов, как у этого пациента. И мы начинаем с этим работать. В эти моменты пациент испытывает некоторые неприятные ощущения, потому что это ультразвук, но ощущение, что сверлят где-то в голове. Однако ультразвук тоже мягкий, он пьезоэлектрический, работает за счет пьезоэлектрического эффекта, что делает процедуру максимально комфортной в рамках возможности. Но самое главное, что благодаря первому этапу Airflow мы минимизируем количество ультразвука, а значит данный этап проходит в минимальный временной промежуток. Кстати говоря, да, бывают пациенты, кто просит сделать анестезию во время чистки зубов. Но здесь как вопрос, как и при снятии брекета. То есть, по идее, чистка зубов должна осуществляться в прямом контакте между пациентом и доктором. То есть, доктор должен знать, что чувствуют пациенты, исходя из этого модерировать свою работу. То есть, есть неприятные ощущения, пауза, более прерывистые воздействия. Мы не приветствуем анестезию для профессиональной гигиены. Острые инфекционные заболевания в полочке рта это противопоказание основное для чистки. То есть, сначала нужно вылечить. Наиболее яркий пример это герпес. То есть, с герпесом ни в коем случае нельзя делать чистку. Лучше отложить. Это профилактическая процедура. Кстати говоря, считается, что основные участки, где нужно чистить с помощью скалера, вот опять же, согласно GDT протоколу, это внутренняя поверхность нижних передних зубов и верхние шестые зубы. Потому что это те участки, где выходят слюны и железы. А в составе жидкости слюной железы всегда есть кальций, который может оседать на зубах и является каркасом для формирования твердых зубных отложений. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой опыт профессиональной чистки зубов был у вас. То есть, расскажите все про вашу профессиональную чистку. То есть, как часто вы ее делаете, как она проходила, было ли больно, какие ощущения, когда пойдете в следующий раз. А я прокомментирую. Ну вот, закончен этап ультразвуковой чистки зубов. Переходим к завершающему этапу, который заключается в полировке поверхности зубов. Будет небольшой дополнительный этап, когда мы дополнительно прочистим межзубные промежутки с помощью флосса. Нитка – это дополнительная манипуляция. Мы просто любим ее делать, на самом деле. То есть, она не стоит в полном протоколе, а мы просто любим дополнительно пройтись между зубами. Кстати, не пренебрегайте зубной нитью в рамках индивидуальной гигиены дома. Она очень полезна. И у нас на канале есть видео о том, как нужно чистить зубы дома. Ссылку на видео оставлю в комментариях. Осталось провести последний этап профессиональной гигиены – это полировка. Ее можно делать двумя методами с помощью резинок и щеток, а можно с использованием нашего современного аппарата. Для этого мы меняем порошок на специальной полировочной. Сейчас дополируем поверхность зубов и отпустим пациента. Внешне очень похоже на первый этап, но здесь значительно больше воды и значительно менее абразивный порошочек. То есть, он буквально полировочный. Кстати говоря, данная методика полировки используется и в ювелирной технике, и в высокотехнологичном металлургии. То есть, признана как самый современный метод полировки. Так как твердость зубов, оно соответствует алмазу, то, соответственно, и полировка такая же, как у алмаза. Ваши зубы точно достойны такого же ухода, как и алмаза. Если с этим согласны, поставьте лайк этому видео. Очень важно помнить, что профессиональная гигиена не меняет цвет зубов. Единственный эффект, который может быть, что зубы могут быть несколько осветлены, быть более светлыми, вследствие того, что мы используем протокол GTI, который подразумевает удаление биопленки. То есть, убирается пленка с поверхности зуба, а она пигментированная. Поэтому зубы могут стать несколько светлее. Но помните, что это не основной эффект. Наша задача – чистота. После чистки зубов важно следовать двум основным рекомендациям. Первое. В течение двух-трех дней нужно ограничить очень горячую, очень холодную, острую и соленую пищу. Второй важный момент. Постарайтесь минимизировать в течение двух-трех дней красивые продукты, такие как чай и кофе. Мы всегда делаем фото до процедуры и после ее проведения, для того, чтобы мы могли отслеживать результат и видеть ту динамику, которую нам удается достигнуть. Я больше всех устал, кстати. Ну, расскажите нам по ощущениям, как процедура? Прежде всего, самое важное – больно, не больно? Совсем не больно, очень комфортно. Любые моменты, каждый этап чистки – очень комфортно. А вода теплая? Да. Тепленькая, да? Приятно, как чай. Вот такая процедура профессиональных гиен. Приятная, как чай пить. Ксения, а вот если сравнить то, как вы гигиену делали раньше и то, как сейчас, вот как-то меняются по ощущениям? Да, конечно. Раньше была боль, ну, разлук. Было вокруг весны больно, а сейчас вообще никакой дискомфорт. Это, кстати говоря, связано с регулярностью. Чем регулярнее вы делаете профессиональную гигиену, тем более комфортно она проходит для вас. Зубы адаптируются в определенной степени. А вообще, как часто делаете гигиену? Каждые полгода. Оптимальный вариант. А теперь, как я и обещал, о ценовой категории профессиональной чистки зубов. Сколько она стоит? По Москве стоимость профессиональной чистки колеблется от 3000 рублей до 20000 рублей. Зависит это от трех основных факторов. Первое – технологии, которая используется. Второе – квалификация доктора. То есть, если это доктор с большим стажем работы в целом стоматологии, то, конечно же, его прайс будет выше, чем молодого специалиста. И третий момент – это зависит от категории клиники. То есть, есть разные категории клиник демократического характера, которые для всех. Есть вип-клиники, где ограниченное количество пациентов на каких-то индивидуальных условиях. Отсюда как раз-таки и ценовая категория. Что важно понимать? Что если используются высокие технологии, то чистка не может стоить 3000 рублей. Потому что в этом случае она просто будет ниже, чем себестоимость данной процедуры. Но один аппарат стоит миллион рублей. Если чистка стоит 20000 рублей, то это, как правило, в вип-клиниках для пациентов, для которых сформируются индивидуальные комфортные условия. Оптимальный вариант стоимости колеблется от 8000 рублей до 12000 рублей. Здесь вы не переплачиваете за излишний пафос и мельчешение вокруг вас. Но в то же время вы можете пользоваться высокими современными технологиями и получить качественную стоматологическую помощь. Например, у нас в клинике профессиональная гигиена стоит 8500 рублей. Поэтому, если вам интересна данная услуга, мы будем рады вам ее оказать. Ссылку на клинику оставлю в описании. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...